Артериальная гипертония, сложности в лечении. Галина Владимировна Щелкова, старший научный сотрудник Института кардиологии имени Чазова и заодно сотрудник нашего медицинского бюро, который непосредственно ведет этих больных, про которых я тут периодически вам рассказываю. Ну давайте, вы еще поспрашивайте, а мы пока лекцию послушаем, потом поговорим. Галина Владимировна, прошу прощения за заминку техническую. Давайте начнем так. Артериальная гипертония. В начале своего доклада я бы хотела... Так, у меня щелкается. Таблиатуры не переключаются в слайдах, можно... Так, вот. Щелкается? Сейчас переключилось, да. Вот, в начале своего доклада я хотела бы остановиться на том, что нам следует лечить. Какие цифры давления стоят, при каких цифрах давления стоит назначать терапию и к каким цифрам стремиться. Согласно современным рекомендациям, давление выше 140 на 90 считается уже гипертонией и требует медикаментозного лечения. Такого понятия, как нормальное давление для вашего возраста в настоящее время не существует. В этих же рекомендациях существует указанный возраст, при котором давлению стоит пристремиться. Итак, всем пациентам, которые младше 80 лет, у них целевое давление 140 на 90. При этом даже указывается, что этим пациентам рекомендовано снижение давления до 130 на 80, если у них хорошие переносимые данные цифры. А вот у пациентов, которые старше 80 лет, для них уже допускаются более повышенные цифры, но не сильно. Менее 150 на 80 и при хорошей переносимости 140 на 80. Действия врача направлены на то, чтобы всегда достигать данных цифр. Это отображено в рекомендациях Минздрава 2022 года. Там есть табличка, которая оценивает качество медицинской помощи. И в этой таблице указаны те состояния, при которых допускается недостижение целевых значений. Это плохая переносимость медикаментозной терапии, развитие побочных эффектов лекарственной терапии, низкая приверженность пациентов к лечению, включающей и выполнение рекомендаций врача, необходимость ревизии поставленного диагноза для исключения симптоматической артериальной гипертонии. И хочу отдельно остановиться, что в данных же рекомендациях врачу выделяется 3 месяца для достижения целевого артериального давления. Если же в течение 3 месяцев давление ниже 140 на 90 было не достигнуто, в этом случае следует исключать вторичную либо симптоматическую артериальную гипертонию. Также недостижение целевого артериального давления допускается при наличии сопутствующей патологии или приема лекарств, которые затрудняют контроль артериального давления. Что же происходит в популяции на настоящий момент? Согласно большому эпидемиологическому исследованию СРФ, пациенты с артериальной гипертонией, несмотря на назначение им лекарственной терапии, в 60% случаев среди мужчин и в 40% случаев среди женщин не принимают назначаемую лекарственную терапию. А среди тех пациентов, которые все-таки принимают терапию, эффективности достигают менее половины пациентов. Почему же мы так стремимся к снижению артериального давления? Посмотрите на этот слайд. Здесь четко видно, что при давлении 140-160 пациента сокращается жизнь на 3,5 года. А при давлении выше 180 мм трубного столба продолжительность жизни сокращается более чем на 10 лет. При назначении лекарственной терапии следует не только стремиться к снижению артериального давления, но также воздействовать и на различные факторы риска. К ним относится избыточная масса веса. 52% россиян имеют избыточный вес, а у 22% из них имеется ожирение. Снижение веса хотя бы на 5 кг достоверно снижает артериальное давление. То же самое касается и физических нагрузок. 48% россиян не занимаются спортом, что способствует увеличению массы тела, а также диподинамии и снижению тонуса организма в целом. Вредные привычки. Треть россиян курит и треть злоупотребляет алкоголем. Курение – это известные и доказанные факторы риска развития атеросклеротического поражения и как следствие осложнений, связанные с сосудами. Злоупотребление алкоголя ведет к самостоятельному повышению артериального давления, а также воздействует на когнитивные моменты пациента, которые затрудняют взаимодействие с ним и затрудняют лечение и достижение целевых значений артериального давления. Питание. Большинство пациентов употребляют жирную, жареную пищу. Очень популярны сейчас стали полуфабрикаты, что способствует повышению холестерина, а также данные продукты содержат большое количество соли. Соль самостоятельно увеличивает артериальное давление за счет задержки жидкости в организме, поэтому с пациентами на этапе назначения терапии желательно проговаривать этот момент, обращать их внимание на то, что надо значительно уменьшать количество потребляемой соли. Не только с пациентами, не солить пищу, но и не потреблять продукты, содержащие соль. Это, понятное дело, те, которые соленые, например, как соленые огурцы, но и продукты, содержащие скрытую соль, например, хлебобулочные изделия, хлеб. И контроль сахарного диабета, как отдельный фактор риска, простите, сахара при сахарном диабете, потому что одним из осложнений сахарного диабета является атеросклеротическое поражение сосудов и развитие гипертонии. При повышении артериального давления поражаются органы мишени. Возникает клинически ассоциированное состояние. К органам мишени относятся головной мозг, осложнением являются инсульты, энцефалопатии, ретинопатия, поражение зрения, поражение почек с развитием хронической болезни почек, поражение сердца с развитием гипертрофии левого желудочка, инфарктов, сердечной недостаточности или внезапной сердечной смерти и поражение сосудов. Проведено множество клинических исследований, которые в настоящее время позволяют нам суммировать те исходы, те сердечно-сосудистые события, которые связаны с недостаточным снижением артериального давления. Что же возникает при недостаточном его контроле? Это жизнеугрожающее состояние, как я уже сказала, инсульт головного мозга, инфаркт, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Также в многочисленных исследованиях показано, что помимо этого происходит поражение органов мишени, которые клинически проявляются с повышением сосудистой жесткости, гипертрофией левого желудочка, поражением почек в виде микроальгумина, и связанной с этим повышением давления. Также само по себе развивается неконтролируемая гипертоническая болезнь. Если пациент исходно не привержен к медикаментозному лечению и не принимает таблетки, постепенно у него развивается неконтролируемое течение заболевания. При назначении более дополнительных препаратов, усилении медикаментозной терапии, следует выяснить, соблюдал ли пациент назначение ранее или принимал препараты время от времени. Также осложнение влияется в частой госпитализации, снижение трудоспособности, повышение экономических затрат. Врач в своей практике не сталкивается с этими показаниями и не оценивает их, но в целом данные последствия относятся к повышению артериального давления и недостаточного его контроля. Идея тому, что нужно стремиться к снижению артериального давления, это не идея самих врачей и того, что они хотят назначить препараты и заставлять их при пациентах, а в том, что необходимо предотвращать перечисленные здесь исходы заболевания. Какими же сложностями встречается врач при лечении пациентов с артериальной гипертонией? В первую очередь, социодемографический. Пол, возраст пациента. Известно, что мужчины менее привержены к терапии. Молодые пациенты не хотят принимать препараты, пожилые пациенты забывают принимать препараты. Это доход пациентам. Если пациенту назначить дорогостоящий препарат, вряд ли он его будет пить. Или, например, попьет месяц, а потом не сможет пить. И все лечение, которое было подобрано, будет назначено зря. Ну, транспортная доступность, место жительства, природные и геополитические особенности. Здесь, к сожалению, врач не властен и на это повлиять не может. Но, тем не менее, они также оказывают влияние на приверженность пациентов к лечению. Со стороны, это враханение. Отношение врач-пациента и стиль общения. Это значимое влияние. Так как, например, театр начинается с вешалки, то лечение пациента начинается с общения с врачом. Как врач сможет найти индивидуальный подход к пациенту, вызвать доверие, так и будет пациент. Либо принимать его назначение, либо нет. Что касается самого лечения. Здесь большое значение имеет кратность приема. То есть, что мы назначаем, когда мы назначаем, в каких дозировках, в какое время, через сколько ожидаем эффекты, какие эффекты, какой опыт приема пациента, у пациента препаратов. Со стороны пациента. С трудностями в сопутствующих заболеваниях, что требует назначения дополнительных препаратов, либо ограничения в назначении препаратов, снижающих давление. Употребление алкоголя, деменции, инвалидность. Все это также сказывается на приверженности пациентной терапии. И психоэмоциональное состояние пациента. Это отрицание диагноза, отрицание осложнения, отрицание эффективности лечения и страх перед побочным эффектом. А также наличие альтернативного лечения или забывчивость. Если пациент пришел молодой, впервые диагностировано повышение артериального давления, ему назначаются терапии, чаще всего они не хотят признавать этот диагноз, не хотят пить лекарства, думают, что все пройдет. Или предлагают заменить доказательную медицину на альтернативную. Да, пожалуйста, пускай принимают альтернативные методы лечения, но при этом параллельно принимают и доказательные препараты с доказанной эффективностью. Что касается отношений врач-пациент, здесь бы я хотела остановиться более подробно. Существует несколько классификаций взаимоотношений врач-пациент, на слайде представлены наиболее популярные. Здесь выделяют информационные отношения, когда пациент представляется перед врачом как механизм, и задача врача – исправить те нарушения, которые произошли в этом механизме. Контактная или договорная система отношений наиболее распространена в договорных платных медицинских учреждениях, где между врачом и пациентом заключается, либо врачом страховой компании заключается договор. Каждая сторона несет свои обязательства и достигает своей выгоды. Третий вариант отношений – это коллегиальные, либо доверительные, где врач и пациент являются равноправными участниками лечебного процесса. Врач докладывает пациенту правдивую информацию о диагнозе, методах лечения, возможности ослаждения. А пациент участвует в обсуждении. У пациента есть свобода выбора. При этом врач часто может сталкиваться с тем, что пациент некомпетентен к тем, что он спрашивает, или у пациента есть какие-то нарушения когнитивной особенности, которые влияют на принятие его решения. И патерновистическая система, либо врач-опиккун, которая была раньше распространена и сейчас от нее постепенно отходит. Эта система напоминает систему «Отец-ребенок», где врач говорит пациенту, что делать, нет компромиссов, и врач – главное лицо, а пациент выполняет ее назначение. В настоящее время эта система наиболее распространена в психиатрических и гератрических областях медицины в связи с особенностями данных пациентов, которые не могут адекватно оценить свое состояние и выполнять назначение. С современным развитием интернета на первое место стала выходить коллегиальная, либо контактная система отношений. Пациенты уже приходят к врачу, зная, начитавшись в интернете, чем они болеют, особенностями. У них много вопросов к врачу. И если врач не отвечает на этот вопрос, а дает просто назначение, у пациента не возникает доверия к врачу, и он вряд ли будет принимать таблетки, и его лечение будет неэффективным. Как можно бороться со сложностями, которые врач встречает на этапе лечения? Со стороны врача это появление плохой приверженности. То, что я сказала выше, общение с пациентом, умение находить индивидуальный подход к нему, информирование пациентов о рисках и пользе лечения, демонстрация успеха, даже если этот успех небольшой, идут следующие этапы лечения, концентрироваться на положительных результатах, делать акцент на них. Со стороны пациента это мониторинг АД, поддержка семьи и различные информационные материалы. Благодаря современным гаджетам стало пациентам легче контролировать свое состояние, напоминания на телефонах, контроль давления, контроль пульса. Все это позволяет гаджеты и тем самым увеличивает приверженность пациентов к лечению. И со стороны медикаментозной терапии это сокращение кратности приема лекарств, использование фиксированных комбинаций, предпочтение давать препаратам с длительным действием, что позволяет назначать их один раз в сутки, и избегать высоких доз препаратов, поскольку пациенты боятся их и не принимают, боясь развития побочных эффектов. Зачастую пациенты с артериальной гипертонией это коморбидные пациенты, которые принимают помимо гипотензинопрепаратов и другие препараты. И вот в многочисленных исследованиях было показано, что назначение более пяти таблеток приводит к тому, что пациент начинает соблюдать рекомендации менее чем на 50%. То есть если пациенту назначить, например, 5 или 8 таблеток, он будет пить из них только половину. В рекомендациях по лечению артериальной гипертонии, которые вышли летом этого года, старт-терапия начинается с ингибиторов АПФ и блокаторов кальциевых каналов. И даже уже на первом шаге, согласно этим рекомендациям, дается предпочтение политаблетки, то есть комбинированной терапии, в результате чего пациент будет дольше принимать и больше привержен к лечению. И у врача будет меньше сложности в достижении целевого артериального давления у данного пациента. Какие же наиболее часто использованы препараты? Согласно большому метанализу, наиболее распространенные препараты среди ингибиторов АПФ это лизинаприл, среди блокаторов кальциевых каналов это амлодипин. Почему именно лизинаприл? Это из всех групп ингибиторов АПФ, это единственное лекарство, которое не является пролекарством, а является активной формой. Имея широкую доказательную базу при лазичных гиперпатологиях, таких как гипертония, сердечная достаточность, инфаркт миокарда, нефропатия, сахарный диабет, то есть при всех клинически ассоциированных и сопутствующих заболеваниях, которые часто сопровождают пациентов с артериальной гипертонией. Препарат является гидрофильным, то есть не подвергается метаболизму в организме, не накапливается в жировой ткани. Благодаря приему лизинаприла в организме не происходит накопление брадикенина, который чаще всего вызывает сухой кашель. Это основной побочный эффект приема ингибиторов и ПЭП. И в меньшей степени из-за этого вызывает кашель курильщика. А вспоминаю, что почти треть населения России является курильщиками. И данный препарат не взаимодействует с НПВС, довольно-таки распространенного в нашей стране, без контроля прием данных препаратов. И лизинаприл является препаратом длительного действия, действует больше 24 часов, что позволяет назначить его один раз в сутки, и тем самым облегчить пациентам прием данного препарата и уменьшить вероятность того, что они забудут принимать данный препарат. По сравнению с другими ингибиторами АПФ, лизинаприл наиболее сильно вызывает снижение артериального давления и практически в 62% случаев вызывает достижение целевого артериального давления. Почему АМЛДП среди блокаторов кальциевого канала? Этот препарат не проиграл ни одного клинического исследования. То есть во всех клинических исследованиях, в которых он принимал участие, он был либо наравне с другими гипотензивными препаратами, либо превосходил их. Препарат имеет широкую доказательную базу. Артериальная гипертония, ИБС, атеросклероз. Препарат с наибольшим периодом полуведения среди всех блокаторов кальциевого канала, что опять-таки позволяет его назначать один раз в сутки. Препарат не имитим не дабилизируется в печени при первичных поступлений и имеет высокую биодоступность. И у данного препарата большое количество дженериков, которые сокращают стоимость лечения. Посмотрите на данное исследование. Здесь сравнивалось назначение амлодипина или зенаприла в разных дозировках по отдельности и в комбинации. И именно комбинированная терапия амлодипина или зенаприла давала более выраженное снижение АД, чем их селективное назначение. При этом при комбинированном назначении препаратов отмечалась меньше частота встречаемости побочных эффектов амлодипина, такие как покраснение, тахикардия или отеки. За счет чего это происходит? Амлодипин вызывает вазодилатацию за счет активации симпатоадреналовой системы и активации ренин-ангиотендийной системы. Происходит расширение сосудов, тахикардии и периферические отеки. При приеме зенаприла, зенаприл вызывает инактивацию ренин-ангиотендийной системы и инактивацию симпатоадреналовой системы, что как раз нивелирует побочные эффекты амлодипина. Комбинация данного препарата представлена компанией Мерфорлаб и препарат Экпокарт. Данная комбинация действует на различные звенья патогенеза, доказанная эффективность в многочисленных исследованиях и имеет максимальную органопротективность. За счет различных дозировок очень удобно в приеме и имеет минимальное количество побочных эффектов. Препарат рекомендован на старте терапии артериальной гипертонии за счет различных дозировок, что удобно при подборе терапии за счет того, что не надо несколько таблеток менять дозировки, просто одна таблетка заменяется на другую, пациент как пил одну, так и пьет одну таблетку, что повышает его приверженность к лечению. За счет того, что лизинаприл в виде брадикинина не накапливается в организме, данный препарат очень хорошо назначать пациентам с бронхиальной аспой, поскольку он не вызывает у них курение. За счет антиангенального действия амлодипина препарат подходит пациенту с ишемической болезнью сердца и как блокатор рецепт канала, который часто назначается при изолированной систолической гипертонии, препарат очень хорошо контролирует артериальное давление у пожилых пациентов. В исследовании данный препарат показал очень хорошие результаты, так как к третьему визиту уже более чем у 90% пациентов отмечалось достижение целевого артериального давления. Итак, при помощи назначения оптимальной медикаментозной терапии общение с пациентом врач может решить на приеме большую часть сложностей в лечении пациента. При индивидуальном подходе к пациенту он может вызвать доверие. При назначении определенных рациональных комбинаций терапии пациент будет больше доверять врачу, соблюдать рекомендации и тем самым достигать целевого артериального давления. И как средство у него улучшается качество жизни и продолжительность жизни. И за счет индивидуального подхода учитываются его социальные и психологические факторы. И в конце хотела бы сделать такой акцент, что препараты не работают только у тех пациентов, которые их не принимают. Если у пациента невозможно достичь целевого артериального давления, ищите, скорее всего, пациент не принимает таблетки или пьет таблетки время от времени. Как можно применять коллегиальную делительную систему отношений в условиях реальной популяторной практики 15 минут на прием? А тебе тут рассказывают, что в интернете не имеется. Хороший вопрос, да. Действительно, 15 минут. За это время не всегда можно даже пациента посмотреть, но можно сходить за другого. Пациент к вам заходит, если это бабушка или дедушка. Понятное дело, что они не будут вникать в какие препараты, какие побочные эффекты. К ним, скорее всего, надо будет отнести патернистическую систему. В взаимодействии. То есть садитесь, назначаете препарат, пьете препарат, приходите ко мне через 2 недели, улыбнулись, спасибо, до свидания. Если к вам приходит пациент относительно молодого года, скорее всего, он читался уже в интернете различных сайтов, уже знает много вопросов, смотрите его, дайте быстренько ответы на все вопросы. Вопросы чаще всего не сложные, касающиеся либо что будет, если я не буду пить таблетки и почему у этих таблеток так много побочных эффектов. Ответ на этот вопрос занимает доли секунды. А если врач дает ответы на вопросы пациента, пациент располагается к лечению. Так, ну мы-то на самом деле разделяем всего на 2 системы, патернистическая и субсидиарная модели взаимодействия. Да, и постепенно мы переходим на субсидиарную модель, хотим мы того или нет. Я, конечно, понимаю ваш скептицизм в отношении бабушек, которые интернета не читают, но я вас уверяю, они читают побольше вас, у них время на это есть. А сегодня в интернете сидят все. Нам всегда рассказывают, вот в отдаленных деревнях, где там нет интернета, приезжаешь, а там везде интернет есть. И все в них сидят, аж больше в деревнях делать нечего. И в связи с этим на самом деле и бабушки, ну уж я не говорю про ОБС, одна бабка сказала, да, которая рассказывает все. Вот, кто-то тут добавляет, да еще и вебинары смотрят медицинские. Да, это правда, да. Ну что ж, мы не стесняемся. Да, приходят чаще, даже врачи говорят, так вам надо лечиться. Вот, еще что меня, конечно, резануло, это противопоставление замены доказательной медицины на альтернативную. Слушайте, ну у нас в медицине доказательной все-таки не существует. Есть подходы доказательные. Нет, есть не противопоставление. Ну у вас фраза так прозвучала. Не противопоставление, а наоборот. Я обратил внимание. Нет, если пациент, я имела в виду, что если пациент не хочет принимать доказательную медицину, да нет таких препаратов. Есть препараты доказательной медицины. Представьте, что за глупость такая. Есть препараты с доказанной эффективностью. Но это не препараты доказательной медицины. Препараты доказательной эффективностью есть. Совершенно разное словосочетание. Не, ну не допустим, это точно. Допустим. Я говорю, препараты с доказанной эффективностью, препараты с малодоказанной эффективностью, препараты с недоказанной эффективностью. Я вам только еще хуже того добавлю. Знаете, что такое доказательство эффективности? Вы думаете, что это вот это АБЦД и так далее, да ничего подобного. У вас половина, да не половина, 80% препаратов, которые вы используете в ежедневной практике, никаких доказательств эффективности не имеют. Я могу назвать такой любимый всем препарат нитроглицин. Если вы мне найдете по нему доказательства, да, рандомизированной группы и так далее, ничего там этого нет. Или там железо при железодефиците, или В12 при дефиците витамин В12. Тут доказательства. Это и так работает. Это уровень А по определению. Поэтому тут очень аккуратно надо противопоставлять все эти вещи, не бросаясь терминами. Так. Эквакарт как работает у больных с сахарным диабетом первого типа? Прекрасно работает. Препараты лизиноприл, как и амодипин, не вызывает повышения сахара. И у пациентов с сахарным диабетом он не противопоказан. Так. Я вообще удивлен, куда делся у нас лизиноприл. Когда он входил в Россию, а я как бы стоял у истоков его появления здесь, мне кажется, что этот препарат прям вот супер-пупер должен быть. А он как-то не очень на первых местах занялся бы место. Но может быть, сейчас займет. Я правда думаю, что это могут быть маркетинговые стратегии, недостаточно эффективные, недостаточно напористые, потому что это были наши братья-венгры, а они не очень хорошо в этом плане, мне кажется, работают. Спасибо.